Марк Аврелий, мученик Эпиктита. Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одержимого каким-нибудь отвратительным недугом? Чем он виноват, что его соседство тебе противно? Ну, допустим, чего-то более. Есть такие признаки. Самый первый признак тяжелого заболевания, знаете, когда от человека плохо пахнет? Вот жена часто нюхает мужа, думает, опа, чем-то запахло плохим. Значит, надо его обследовать. Значит, у него там болезнь какая-то развивается в теле. Она запахом выдает себя сначала. И по факту плохо пахнет означает, что нужны силы. Это значит, что нужно отдавать ему силы, чтобы от него пахло хорошо. Плохо пахнет означает, что не хватает энергии, не хватает сил. Человек болен. Когда человеку очень тяжело болен, то от него так отвратительно пахнет, что невозможно рядом находиться. По факту пожилые люди делятся на две категории. Одна из них от них нормально пахнет, а вторая от них плохо пахнет. Когда от пожилых людей плохо пахнет, значит, им нужна помощь больше. Они больны. Часто люди не хотят жить, находиться рядом с теми, от кого плохо пахнет. Вот об этом все говорит Аврелий. Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одерживого каким-нибудь отвратительным недугом? Чем он виноват, если его соседство тебе противно? Точно так же относись и к нравственным недугам. Есть болезни разума? Болезни разума. Злая привычка атаковала сердце человека. Это болезнь разума. Ему надо помочь. Я стоплю кусочек льда Сердцем своим горячим. Надо растопить это, понимаете? Победить этот недуг силой своей, любви. Победить. Да? А если силы нет, можно ли это прерывать? Да, правильно вы говорите. Есть разный уровень близости. Если ты не можешь переварить судьбу близкого человека, ты реально срываешься, отдаляешься чуть-чуть и помогай на расстоянии. Но не про себя. На расстоянии как вы? На расстоянии есть разные понятия расстояния. Допустим, не заниматься сексом, это уже расстояние. Очень хороший человек у меня смазать. Я знаю. Олег Игнатьевич, пожалуйста, сделайте объявление. Просим заполнить анкеты, которые вы получили на входе. Заполнение анкеты можно будет отдавать на выходе. Организаторам принести завтра на лекции. Вам будут по этим анкетам объявлять, когда будет следующая лекция. Вот анкетка такая. Вот вас с днем рождения поздравлять. Ваш день рождения написано. Ну вот такая. Это очень важно знать, что недуг человека дам тебе по судьбе. Нравственный недуг. Ты можешь его победить своей силой внутренне. Смотрите, первый этап принятия человека. Надо его простить. Это делается на той дистанции, на которой тебе комфортно. Не можете рядом находиться, отдалитесь чуть-чуть и начните молитву. Приближайтесь сердце к человеку. Примите его в своем сердце. Переварите его недуг. Потом дальше делайте шаг навстречу к нему. Общайтесь с ним, как будто ничего не происходит. Все нормально. Второй этап. Запомнили? Начать устанавливать отношения. Говорить о чем? О том, о чем не больно. О погоде, допустим. О том, как мы встретились. О том, о чем не больно говорили. О малозначащих вещах говорит человеку. Поддерживая любовь в отношении. Не обращать внимания на его глупость, грубость, подлость и так далее. Переваривать все это. Следующий этап. Когда человек начинает тебя за это уважать, а уважение и благодарность в сердце не закроешь. Хоть какой человек, хоть пенчуга, хоть имманюга какой, какой угодно. Благодарность из сердца никто вырвать не может. Понимаете? Благодарность начинает жить в сердце. И благодарность открывает ушки. Внимательно слушайте, что дальше будет. Когда человек благодарен, ему придется слушать. А ушки связаны с разумом. Разум связан с судьбой человека. Если человек слышит то, что ему говорят, а можно слышать только то, что говорится с любовью. Ни грубость, ни злого, ни чувство правды, я сейчас вам правду скажу, не открывает ушки. Ушки открывает только любовь. Есть такая песня на хинде. На немназвышный человек поет. И поет. Кам-ли-к-у-и. Кам-ли-к-у-и. Такой припев. Припев только через любовь. Только через любовь. В конец жизни всего можно достичь. Только через любовь. Только через любовь. Только через любовь. И третий этап. Это воспитание. Только третий этап это воспитание. То же самое касается детей. Допустим, детей. Сначала надо принять ребенка, вот он у меня такой вот, потом дальше установить с ним контакт. Ну, допустим, не ходит в школу, там попивает пиво, курит, там, и ведет себя безобразно. Надо его принять таким, какой он есть. Первый этап. Второй этап – начать с ним общаться. О чем общаться? Не о том, что вместе выпить, понимаете, а общаться с других вещами. Так, давай отбросим мелочи, давай оставим главные. Да? Ну разве мы, ну что же мы, случайные, плохожие? Пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемерятся, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Главное означает вот эти вот отношения, любовь. Понимаете? И второй этап – это общение на его языке. То, что он может понять хорошего, о том и говорит. А третий этап – это уже воспитание. Когда человек благодарен, у него ушки открыты, надо ему сказать, «Сыночек, давай с тобой вечером посмотрим вот этот фильм. Ты завтра поиграешь в свою компьютерную игру». Вот это вот «Бегаем и догоним». Вот. Понятно, что никогда не догоним и будем бегать все время там. «Сынок, вот я тебя люблю, давай с тобой сегодня посмотрим вот этот фильм ради меня». Хотя бы пять минут со мной посиди, посмотри. Понимаете? И фильм, допустим, какой-то хороший остров там, допустим. Мы всей семьей садимся, смотрим. Потому что вечернее время в семье предназначено для любви. Утро предназначено для молитвы, день – для труда, а вечер – для отношений в семье предназначен. Надо вечером уделять время своим близким, воспитывать их. Воспитывать как лучше всего? Не напрямую близких воспитывать, а с помощью чего-то. Вот, допустим, вы хотите помочь своим близким, не надо им говорить ничего. Дайте им лекцию послушать, посмотрите вместе фильм, там еще что-то. Не надо напрямую им говорить об их недостатках. Это не правильно. Понятны системы? Три этапа происходят для помощи человеку. Три этапа. Воспитание – третий этап только. Первый этап – в сердце переварить, второй – начать общение, и третий – потом воспитывать ненавязчиво. А потом, когда между вами сильное чувство возникает, и глубокие отношения, можно прямо в лицо правду говорить, и это будет переварено близким человеком. Но это очень высокий вымер.